Привет! Вы на канале Взлет! Меня зовут Ольга. В этом видео я покажу вам яркие аксессуары от Reflame. Набор пилок, спонж для макияжа и раскладную косметичку. Поехали! Reflame предлагает нам добавить немного шика в обычную косметическую процедуру с помощью набора из четырех пилок, который выполнен в ярких цветах. Здесь мы видим красивую подарочную упаковку, яркий взрывной принт, который превратит эти пилки в идеальный подарок. Размер 11 на полтора сантиметра. Идеально подходящий для косметички, небольшой сумочки для путешествия, для рабочего места и принт, который безусловно будет радовать. Две пилочки здесь выполнены в сияющем таком дизайне, а две украшены в яркие пестрые оттенки, цветы. Материал здесь наждачная бумага с блестящим покрытием. Пилочки, которые с цветами, они с двух сторон яркие. А сияющие пилочки с одной стороны как раз мы видим саму пилку, а с другой стороны покрытие. Я предположу, я не уверена, буду ждать ваш комментарий на эту тему, что пилочки без блеска, которые можно использовать с двух сторон одинаково. А вот с блеском лучше вот эту сторону не использовать, ну по крайней мере сначала. Потому что, наверное, эти блески могут осыпаться. Ну-ка, давайте попробуем. Ну, хотя вряд ли. Они вот обычно, если продукты вот такие шиммерные аксессуары, то все это сыпется и сразу остается на руках, на пальцах. Здесь я такого эффекта не вижу. Здесь просто красивый градиент розово-фиолетовый и на другой пилочке фиолетово-зеленый цвет морской волны. Неоновые оттенки, безусловно, добавят красок в жизнь. Вот сейчас такую осеннюю погоду, которая стоит сейчас на улице, эти пилки, конечно же, радуют. Ну и нюанс, который надо помнить в использовании пилочек, это то, что мы формируем ногти мягко, подпиливая плавно, аккуратно, в одном направлении, а не вперед-назад, чтобы ногти не слоились. Ну что, будьте ли вы делать кому-то такой подарок, делитесь в комментариях. Второй аксессуар у меня сегодня это многофункциональный бьюти-блендер, который создан для безупречного нанесения макияжа на кожу. Здесь мы видим такой же ярко-розовый цвет и, кроме того, на самом спонже мы находим узор цветочный, который вырезан лазером, как говорит нам Арифлейм. Материал традиционно пенополиуретан и размер спонжа в сухом виде 6,5 на 4 сантиметра. Использовать можно как в сухом, так и влажном состоянии этот продукт, в зависимости от того, какой эффект вы хотите добиться. Для более плотного покрытия используем сухой спонж, а для того, чтобы без разводов создать полупрозрачный эффект аэрографа, мы используем спонж влажным, чтобы он расширился. Обязательно нужно выжать лишнюю воду перед нанесением макияжа и нанести жидкий тонн на влажный спонж, а потом уже растушевать по коже. Вот сейчас я мочу этот инструмент для макияжа в воде, чтобы показать вам, насколько он увеличивается в размере. Он становится больше в 2-2,5 раза и стороны разной формы делают его очень универсальным. Скругленная сторона идеальна для больших площадей нанесения тона на щеки, лоб, растушевки. Скошенный край плоской стороны предназначен для растушевки под глазами и в уголках рта и также для контуринга. Ну а заостренный кончик это традиционно для труднодоступных мест, точечного использования и аккуратной проработки. Есть еще варианты использования спонжа, кроме нанесения тона смочить его и чистым и влажным пройтись по макияжу для того, чтобы его освежить. Либо, опять же, намочить и побрызгать его эссенцией, например, увлажняющей на VH+, для того, чтобы добавить к коже увлажнения. Или, если вы хотите добавить солнцезащитного крема к своему макияжу, также я так ни разу не делала, но видела этот лайфхак. Можно именно на спонж набрать немного этого крема и постукивающими движениями нанести прямо поверх макияжа. Говорят, еще с помощью этого спонжа можно даже наносить помаду или любой продукт для губ, чтобы получить менее выраженный оттенок. Но в любом случае, если вы будете держать часть спонжа в чистом виде, либо вот такой дополнительный спонж чистый, вы всегда можете влажным продуктом подправить ваш макияж, убрать излишки, которые вам не нужны. А если у вас какие-то секретики использования спонжей, очень много сейчас в Арифлейм их выходит, самых разнообразных. Есть ли у вас любимые, делите, пожалуйста, в комментариях. А я пока покажу вам раскладную косметичку. Еще давно, когда я показала в телеграм-канале своем баблик слухи о новинках, что будет вот такая раскладная косметичка, было очень много обсуждений на тему, достойный ли это продукт или это что-то непонятное, что, как любят говорить девочки, иногда не стоит своих денег. Вот сейчас мы с вами распечатаем и узнаем, если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, обязательно подписывайтесь. Если я вижу какие-то новинки на иностранных сайтах, которых еще нет в наших каталогах, я тоже выкладываю в свой телеграм-канал. Вот здесь ссылочка. Итак, приходит косметичка, упакованная в целлофан, на котором мы находим инфографику, что это 100% переработанный пластик. И что меня поразило, на самом деле по картинкам, мне казалось, что она, ну как бы, мягко это сказать, менее качественная. Она как-то выглядела странно, но вот то, что я держу в руках, это приятное тактильное ощущение, потому что она такая мягкая и пузатая, и ей очень идет вот эта яркость, которая на фотопечати выглядит не так эффектно, как вживую. Что мы здесь находим? Вот такой шнурочек, который затягивается на ограничитель. И когда мы этот шнурочек вот таким образом раскрываем, то косметичка может полностью разложиться у нас на столе. Диаметр в раскрытом виде 50 сантиметров. И благодаря продуманному дизайну она трансформируется в плоский коврик, предоставляя нам мгновенный доступ ко всем косметическим продуктам, которым мы у него положили, одновременно поиски конкретной какой-то подводки, либо туши, либо тонального средства в недрах нашей косметички остаются в прошлом. То есть вы, например, даже где-то в путешествии положили косметичку, растянули ее в коврик, и вот у вас все перед глазами. Но это не просто коврик, здесь еще есть дополнительные резиночки по три толстые кисти. Давайте мы померяем. Можно, например, положить кисть Джордани, положить тушь Джордани на виночку. Потрясающе, мне очень понравилось. И четыре резиночки под карандаши и тоненькие кисточки, которые тоже будут плотно удерживать. Давайте я положу сюда кисть для консилера. Кисти можно прикрыть еще кусочком ткани, который тоже вмонтирован в коврик. Я думаю, он не несет какую-то функцию. Вот мне нравились косметички в Reflame, когда вот эта вот часть, которая закрывает кисть, она была моющаяся. Это было очень удобно. Но здесь, видимо, не стали делать ее из такого плотного материала для того, чтобы косметичку было комфортнее закрыть. Но, тем не менее, кончики ваших кистей пушистые, они будут прикрыты этим материалом. Еще здесь есть дополнительный карман на молнии. Мне кажется, очень важный в подобного рода аксессуарах, куда можно уместить очень много всего. Например, давайте положим базу под макияж. И вот так это все выглядит. Смотрите, вот этот плоский коврик. Еще отмечу, что материал очень приятный, из которого сделан аксессуар. Он гладкий, атласный. И с одной стороны фиолетовый, не маркий. С другой стороны здесь яркий розовый принт в цветах, как и в упаковке у спонжа и у пилок. И там, между вот этими двумя слоями, еще есть что-то мягкое, типа синтепона. И обратите внимание, как я трясу этот коврик в разные стороны и ничего не выпадает. Кармашка на молнии, кисти, вот вверх ногами даже очень плотный. То есть вы раскрыли, посмотрели все, что вам надо. Положили, например, еще дополнительно вот сиси-крем. А, еще здесь есть веревочка, если вы захотите, наверное, носить эту косметичку как клатч, либо повесить, может быть, где-то. Ваша версия, для чего нужна вот эта петля. Она не в виде резинки выполнена, а просто как тесьма, как ручка вот у спортивных сумок, знаете. И что? Вот это мы все сложили. Положили, и давайте теперь затянем одно движение, и у вас снова вот такой туисок. Правда, шнурок довольно длинный, но, в принципе, для такой модели это и не так сложно. Все, затянули, кончики спрятали вот таким образом внутрь. И вот, видите, вот этот шнурочек. Хотите, идите гуляйте, сделайте из этого вечера не клатч. Ну, тоже вариант. Хотите, вот так плоско сложите и положите в чемодан. Вот здесь вот эти все кисти, и все это нормально укладывается. На мой взгляд, довольно удачная косметичка. И я думаю, что она будет пользоваться спросом. По крайней мере, я буду хранить в ней косметику с большим удовольствием. Яркий принт, удобство, что для меня самая главная функциональность и оригинальный дизайн. Что еще нам, девочкам, надо? Бьюти-блендер, набор пилок для ногтей или раскладная косметичка? Чем вы порадуете себя? Делитесь обязательно в комментариях. Ставьте лайк, если вам был интересен и полезен мой обзор. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал «Взгляд» и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещение и посмотреть новое видео о новинках Reflame на нашем канале самыми первыми. Пока-пока!